Завершился 11-й тур первенства города по футзалу, который определил нового лидера турнирной таблицы. Самым значимым матчем стала игра двух претендентов на золотые медали чемпионата – Алдеза Карго и ДБТ. В этой встрече удача была на стороне железнодорожников, которые переиграли своих соперников со счетом 4-2. Свою роковую роль сыграл и автогол, забитый Алексеем Куполом-Агинским. Что касается остальных матчей, то Нортекс одержал победу над Спарта Дэмона 7-4, ЛРЦ уступил Дрим Тим 1-6, а ДФЦ Даугавпилс выиграл и Луксте 5-2. Согласно данным турнирной таблицы, лидером первенства после 11 туров является Алдеза Карго на 2 очка меньшего обладателя второго места ДБТ. Третью позицию занимает Дрим Тим. Далее следуют Нортекс, ЛРЦ, ДФЦ Даугавпилс и Луксте и замыкают турнирную таблицу Спарта Дэмона. Лучшим бомбардиром чемпионата является игрок Нортекса Павел Рыжевский, на счету которого 37 голов. Следующие игры первенства города по футзалу пройдут 21 и 22 февраля. В эти выходные команда Даугавпилс потерпела поражение от аутсайдера высшей лиги первенства Латвии по футзалу со счетом 5-6. То сегодня наши спортсмены лишь трижды проигрывали своим соперникам, причем дважды не Карсу. В победе над Монархом многие были уверены, но все надежды на положительный исход рухнули за 40 секунд до финального свистка арбитра. А ведь все так хорошо начиналось. Уже на первой минуте матча наш игрок Юрий Соколов открыл счет, а через пять минут второй гол ворота Монарха забил Ричард Ращевский. И практически весь тайм на табло горело 2-0. Все изменилось в последние две минуты. Оба раза отличился нападающий гостей Дмитрий Золотарев. На перерыв команду уходили при ничейном счете. Вторая половина игры началась с упорных атак Даугавпилса. На 26-й минуте одна из них увенчалась успехом. Гол в свои ворота забил игрок Монарха Павел Тарасенко. Долговпилчане тоже не остались в стороне и ответили тем же. В нашей Канаде свои ворота поразил Ян Радевич. За несколько минут до окончания игры счет был ничейным 5-5. Тренер соперников решился на рискованный шаг. Голкипер Монарха оставил ворота и стал активно помогать своей команде в зоне Даугавпилса. Этот риск оказался оправданным. За 40 секунд до окончания игры Александр Жуков забивает победный гол в ворота нашей команды. Монарх в период до заявок усилился. Добавилось 4 новых игрока. Все бывшие игроки сборной и ведущего клуба Никарс. Так что сегодня предстоял нам, хотя многие подумают аутсайдер, но эта команда очень-очень серьезная. И данная игра имеет такой еще подоплеку, что они все-таки борются за место чуть-чуть выше флей-офф занять. Чтобы все-таки им попался более-менее, может быть, не сильнейший соперник. Потому что сейчас у нас последняя игра осталась чемпионата и уже распределяется сетка плей-оффа. Так что у них сегодня зависело, как бы на кону все стояло. Наши же чувствовали себя более чем расслабленно. Сегодня Даугавпилс вполне уверенно занимает вторую строчку в турнирной таблице. Конечно, теоретический шанс сместить с этого места Даугавпилских игроков есть. Но на практике сделать это будет очень сложно. Эта игра нам предоставляла шанс, что мы уже обеспечили бы себе второе место. При теоретическом раскладе все-таки мы еще можем поменяться местами. Но будем надеяться, что все-таки этого не произойдет. Все-таки будет зависеть еще много от тех пар, как сыграют. Ну и в последней игре все-таки я уже буду, соскучился по футзалу. И все-таки хочется команду не с трибуны поддерживать, а вот уже на площадке и рвусь в бой. Заключительную игру перед матчами плей-офф наша команда проведет на выезде 21 февраля против Райты. Две игры Даугавпилские волейболистки провели в эти выходные на своей площадке в рамках Балтийской лиги. Но пополнить копилку победными очками команде Эзерзема не удалось. В первый день местные спортсменки проиграли соперницам Эзерсу с итоговым счетом 0-3. Первый сет завершился победой гостей 25-18, второй 25-22, а третий 25-16. Лучший результат у Эзерзема в этой встрече показала Тереза Храпана, набравшая 11 очков. У Эрсу 15 пунктов заработала Монта Урбаны. На следующий день наши девушки встречались с волейболистками из Золотолея. И снова неудача. Правда, первый сет Догов-Получанки выиграли со счетом 26-24. А в последующих трех уступили своим соперницам 23-25, 16-25 и 18-25. На сегодняшний день лидером турнирной таблицы Балтийской лиги является Кахила. На второй позиции находится Ахена, на третьей ТТУ. Далее следуют Елгова, Тартуиден, Золотолея, Фамилавору, Эрсу, Бабите, Хекса и замыкает турнирную таблицу Эзерзема. Следующую игру наша команда проведет на своей площадке 21 февраля против Бабите. Начало в 16 часов. За три дня хоккейный клуб «Далгов-Полз» провел три игры и все против одного и того же соперника «Риге-98». К огорчению местных болельщиков ни в одной встрече нашим хоккеистам не удалось выиграть, бо двух команды вообще потерпела разгромные поражения. В пятницу, 13 февраля, «Далгов-Полз» уступил Риге 1-8. Единственную шайбу ворота гостей забросил Ринат Вабишевич. На следующий день наша команда была близка к победе. Первый период завершился ничейным счетом 1-1. Второй период выиграли местные хоккеисты. Две шайбы забросил Ринат Вабишевич, а гости ответили лишь одной. Но в третьей 20 минутке ловчи оказались рижане, которые трижды поразили ворота «Далгов-Полза». За шесть минут до окончания встречи Дмитрий Фуников реализовал численное большинство, тем самым приблизив свою команду к ничейному результату. Но в оставшееся время, несмотря на предпринятые попытки, еще раз поразить ворота Риге нашим игрокам не удалось. Итог 5-4 в пользу гостей. Третья встреча оказалась похожей на первую, во всяком случае счетом. Первый период прошел без взятия ворот. А вот во втором гости за минуту смогли трижды переиграть голкипера «Далгов-Полза». Перед заключительной 20-минуткой на табло горело 4-0 в пользу рижан. До конца встречи соперники смогли запросить в ворота Руслана Куриласа еще две шайбы. Наши игроки ответили лишь одной. Вчерашняя и сегодняшняя, они шли, в общем-то, по такому, ну, по мужскому характеру. Но вдруг у нас нашлись игроки, которые умудрились сыграть за белых. Две голевых передачи – это, ну, просто нонсенс. С первого матча мы можем сказать, что это состав. Вообще нам невыгодно играть три игры подряд в нашей команде. Ну, это превратности из-за календаря такое произошло. Тут переносы игр, и в итоге уже времени остается мало. Куда-то надо было их вставлять. Но, тем не менее, вот даже три дня вроде подряд, и мы все равно не удалось собрать всех. Так или иначе. У нас один день одни играли, другой день другие. Поэтому, ну, может быть, поэтому тоже одна из причин, что меняется каждый раз. Ротация идет, и качество игроков разное. Следующую игру наша команда проведет на выезде 22 февраля против Лепа и Юниорс. А увидеть домашнюю встречу Даугу в Пелс и Валмире местные болельщики смогут лишь 15 марта.